Вытащив поршня цилиндров, первый, второй, третий, четвертый, теперь у меня есть возможность индикаторной головкой проверить эллипсность их и бочкообразность, или как правильно называется, меряются цилиндры в трех плоскостях, то есть примерно миллиметров 15 от верхнего края, потом посредине, ну и в самом низу, где заканчивается, ну там видно, где заканчивается, где шоркает. Кольца по цилиндрам, то есть где идет износ, вот такой у меня нутромер с индикаторной головкой, диаметр цилиндров должен быть 82 миллиметра, ну там плюс-минус 3 сотки, 4, ну естественно круглые они должны быть, а не так, что поперек, если я вот так мерить буду, 82,3, а повдоль, или наоборот, повдоль 82,3, а поперек 82,8, это уже небольшая эллипсность, то есть должны быть одинаковые. Ну просто посмотрим, например, на второй цилиндр, вот так начнем мерить. Так, меряем. Максимально, вот видите, 0, я от 0, вот максимально, то есть 82,5. Теперь опускаем чуть пониже, середину примерно, 82,6. Еще ниже, 82,7, то есть он идет на конус книзу. Теперь то же самое делаем поперек, 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 вот так вот. Так, раз, тут вот 82,8, а здесь 82,6 практически, то есть серединка цилиндра как бы вовнутрь выпуклость, и внизу цилиндр 82,5, наверное. То есть получается вот этот цилиндр, если мерить повдоль блока, от сих до сих, то он идет вниз на конус, а если поперек, то вверх на конус. Вот представляете, какой неровный. Хотя там видно следы ханинговки, то есть не так уж его и как бы выработка большая. Ну, понимаете, 3 сотки, это в пределах нормы. То есть если вот так у нас 82,5, а поперек 82,8 максимально, это 3 сотки, только по верху. Вот, а теперь, так как я вот здесь вот зачищал вот эти места, ну они нетронутые, будем говорить, померяю, сколько же на самом верху. Ну, то есть вообще износ какой изначально был цилиндр. Потому что точно они все равно не могут делать на заводе. Какие-то есть допуски, ну вот 82,4, 82,4 у меня получилось минимально. То есть в том месте, вот верхний поясок, где не касались кольца, у меня сам цилиндр 82,4, а ниже уже 82,5, 82,8. Ну, то есть износ где-то 4 сотки. Ну, это в пределах нормы. В принципе, если поменять кольца, я думаю, будет все окей. Ну, и здесь где-то так же поперек. Так 82,4, а так 82,5. Ну, практически нет износа. То есть 3 сотки, это в пределах нормы. Максимально допустимый 15 соток. То есть 82,15 если было, то уже да, уже стоит 82,13. Конечно, если ты уже разобрал двигатель и шлифовать, стоит 82,13. Тоже стоит шлифовать, потому что недолго ему осталось. А тут видно ханинговку. Конкретно я имею в виду второй цилиндр. Ну, вот так вот все цилиндры проверяем. И будет понятно. Я думаю, что они примерно одинаковые. Я вот везде вижу ханинговку. Может быть, вот тут первый цилиндр чуть-чуть. Тут зализано на самом верху. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, тут побольше. 82,9. А по верху по самому 82,5. Ну, то есть 4 сотки. Пойдет. То есть расточки цилиндров не будет на этом двигателе. Тем более, поговорил я с хозяином двигателя. Ну, то есть не двигателя, а автомобиля. Он говорит, на три года хватит. Ну, по цилиндрам, если будет нормально менять масло вовремя. Как бы не гонять этот движок в скоростном режиме. Я думаю, на больше хватит пробег. Пробеги небольшие. Там, ну, пусть до 20 тысяч. На 60 тысяч этого движка хватит. Ну, примерно так. Теперь нужно мне перемерить коленвал. Коленвал, чтобы знать все-таки, какой коленвал там ремонтный, не ремонтный. Шатуны, во всяком случае. Сейчас я вам хочу показать, как я меряю шатунные шейки. Почему шатунные? Значит, просмотрев, когда я разобрал, то есть снял головку блока цилиндров, снял поддон картера двигателя. Вот. И это в предыдущих видео. И здесь у меня открылась вот такая картина. То есть я не вижу здесь больших задиров. Это у меня шатунная шейка второго цилиндра, третьего цилиндра. Больших задиров я не вижу. И вот так вот, видите, от пальчика он поворачивается на масляной пленке, на коренных подшипниках он крутится. Это шатунная шейка четвертого цилиндра. Это шатунная шейка первого цилиндра. Вот. И чтобы мне определиться, все-таки вытаскивать коленвал для расточки или нет, мне нужно, и кроме того, прервусь, про расточку прервусь, мне нужно замерить в двух плоскостях каждую шатунную шейку и посмотреть, насколько эллипсность, например, первого цилиндра, второго, третьего, четвертого. Вот я вам сейчас покажу, как я буду это делать. Диаметр шатунной шейки по книге, по учебнику, как говорят, по мануалу должна составлять 47 целых миллиметра и 800, ну да, 83 сотых. То есть, если коленвал нормальный, не расточенный, он должен быть диаметр шейки шатунной. Хотя, может быть, расточенные коренные, пять подшипников, один, два, три, четыре, пять. Поправлюсь. Если не расточены шатунные шейки, то они должны быть в пределах 80,47,83 миллиметра до 47,85 миллиметра. Там, если эллипсность более чем три сотки, то это тоже плохо. Сейчас будем мерить. Беру я микрометр до 50 миллиметров, который у меня замеряет, и сначала меряю вот в этой плоскости, потом немножко вал подвину, вот так вот, оп, и замеряю под 90 градусов, постараюсь. Так, 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 вот так вот. Протираю сначала. Зафиксировал, чтобы не сбилось. И у меня получается 47,830. Так вот поджал, чтобы легко он проходил. Сейчас фиксируем. 47,825, то есть эллипсность примерно 5 соток. Да, многовато. Ну, вот примерно так. Теперь я сейчас иду, записываю этот коленвал, сколько у него эллипсность, первую шатунную шейку. И точно так же меряю вторую шатунную шейку. Ну, и так далее. Вот теперь смотрите, вот у меня схема коленвала, это в книге. Здесь написано, диаметр шейки 47,83, 47,85. Дальше читаем. Измерьте диаметр коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать, если их износ больше, чем 3 сотки. У меня износ, вот по этому вот, по моему талмуту, 47,825. Ну, это то, что я схематично набросал. То есть должно быть 47,830, а у меня 47,825, 820. То есть не более одной сотки. То есть по износу не обязательно шлифовать. Ну, они чистенькие, эти шейки. А вот по эллипсности или овальности шеек тоже 3 сотки. А у меня овальность не более полсотки. То есть на каждой шейке не более чем полсотки овальности. Если, например, вот на первом цилиндре 47,830, то поперек меряю 47,825. На второй шейке 47,823, а поперек 47,821. Две тысячных. Представляете? Ну, то есть шлифовать коленвал шатунной шейки не нужно. Теперь нам нужно замерить шатунные вкладыши. Для того, чтобы определиться, будем мы их покупать или не будем. Толщина шатунных вкладышей, опять же, смотрим по книге, должна быть при максимальной величине коленвала 1,723 миллиметра толщина, а при минимальной толщине 1,730. Сейчас посмотрим, сколько у нас. Вот смотрите, я взял микрометр от 0 до 25 миллиметров. И вот такой вот вкладыш. Вкладыш, вот если мы его смотрим, он имеет такой вот изгиб. Этот изгиб широкими губками микрометра я не смогу измерить. Вот видите, я даже так вот ставлю. Мне нужно, если с той стороны она лежит хорошо на самом микрометре, то с этой стороны, получается, из-за изгиба он широкой губкой он с одной и с другой стороны касается, до конца не садится. Поэтому врет. Мне нужно мерить либо вот здесь вот с края, вот так вот. Ну тоже может, видите, упереться. Вот так вот. И не дать правильно встать. Хотя, скорее всего, даст. Но опять же, на самом краю какой тут износ. Либо измерить вот этот вот шарик, диаметр его. И потом от общего размера, когда вот так вот поставлю. Вот видите, шарик одной точкой касается вкладыша и одной точкой микрометра. И с той стороны, так как у нас плоскость на вот этих щупах микрометра ровная, а здесь немножко изогнутая, то вот этот изгиб касается одной точкой здесь. Теперь я могу записать общее значение, а потом толщину шарика отнять. Шарик я сейчас померю тоже. Это у меня был третий цилиндр. Записываю. 10,819 тысячных. Это вместе с шариком. И минус толщина шарика. Толщина шарика 11 миллиметров и 92 тысячных. Ну тут я, конечно, ошибся. Тут не 10. Я его сейчас перемирю. Тут была первая цифра не 10, а 12. Значит, 12,819. 12,819 отнять 11,900,092. Вот так. От 9,2,7. От 11,2,2. И тут остается у нас 7. Здесь остается 1,727. А здесь у нас 1,723. Ну то есть вкладыш более-менее в пределах нормы. Вкладыш третьего цилиндра. Один вкладыш. 1,727. А у нас допустимо 1,723. Сейчас второй вкладыш померяем. Ну, если сейчас пойду в магазин и найду вкладыши толще, чем 1,727. Ну, например, 1,730 или 1,735. Так как у меня просажены шейки на 0,005, то мне можно вкладыш до 1. Запишу себе. До 1,735. Вот так вот. От 1,727, потому что у меня уже есть, до 1,735. Вот видите, вытащил вкладыш шатуна самого с бугеля. Вот я уже его на место поставил. Шатуна вытащил и меряю. У меня получается 12,819. Точно такой же вкладыш. То есть, что внизу 1,727, что вверху 1,727. Сейчас я еще все померяю. И все мне будет ясно. Вот так вот я собрал узел шатурный. Ну, не стал тут затягивать. Замок к замку, как я уже и говорил. Вот замок от верхнего вкладыша к замку нижнего вкладыша. В принципе, эти вкладыши можно оставить. Но видите, на них потертости. Вот. И поэтому я все-таки решил поменять их. Чтобы они поплотнее охватывали. Ну, не до бесконечности, конечно, менять. А то можно так поменять, что он закусывать будет. Поэтому я и замерял эти вкладыши. Померил я все шатунные шейки. Все вкладыши одинаковые. 1,727. Вот. А у нас максимальный по книге. 1,730. Посмотрим, что в магазине у нас покажет. То есть я могу 1,727 и 1,730. На 3 сотки это точно больше вкладыш. И с учетом того, что шейки у меня чуть поменьше, то можно 1,735. Посмотрим, что покажет магазин. То же самое. То есть я сейчас замерил вкладыши, замерил шейки коленвала. Теперь я хочу замерить диаметр поршня. А диаметр поршня, ну, былушный поршень. Видите здесь износ? Вот он. Приличный износ. Он мерится вот примерно вот по этой кромке. Он неровный. Здесь вот немножко пониже. А здесь вот повыше. Так вот мерится где-то вот здесь вот. Ну, примерно сантиметра полтора от края вот этого. То есть, когда я их замеряю, а замеряю вот так вот. То есть, я постарался как можно плотнее прижать, но не сильнее, чем вот эта вот трещотка. Видите, трещотку я, когда не зажимается, она не трещит. Так, и получилось у меня 81940. Вот начал я мерить с четвертого поршня 81965, а четвертый 81940. Измерив поршня, у меня получился первый цилиндр 81940. Запоминайте, 81945, 81940, 81965. Это соответствует, например, вот самый полный поршень соответствует 81965, соответствует группе А. 81965. И потом пошли увеличения. Ну, то есть, группа С 985, 995, 982, 005, 82, 015. Вот у меня цилиндры, я их уже мерил предварительно, ну, сейчас еще не мерил. 82, 04, 82, 05. Вот, а зазор между цилиндром и поршнем должен составлять, зазор между цилиндром и поршнем, еще раз повторюсь, должен составлять от 0,25 до 0,45. А у нас получается зазор, если у меня там 82, 04, минус 81, 965, тут у меня получается, ну, если там 2 сотки по книге, от 2 до 4,5, от 2,5 до 4,5 соток, то у меня получается 3,5, это самый максимальный поршень, и плюс 4, это 7,5 соток. Ну, то есть, максимально 15 соток разрешено, но уже 7,5 есть. Я постараюсь подобрать поршня по полнее, выберу другую группу. Цилиндры измерены, поршня измерены, вкладыши измерены, и шатунные шейки измерены. Значит, вкладыши желательно чуть-чуть потолще, примерно тысячных на 5, на полсоточки. Поршня тоже последнего размера взять. И что у нас остается? Ну, шатунные шейки мы не поменяем, но они более-менее нормальные, не более-менее, а отличные. И цилиндры сами не поменяем. Все. Едем в магазин. Поршня в цилиндры. У меня цилиндры износ немножко разные. И поршня, хотя бы они с одного комплекта, 4 поршня. 1, 2, 3, 4. Перед их установкой в каждый цилиндр я подбираю, потому что даже на расточку отдают, и то подгоняют под каждый поршень, каждый цилиндр. Вот смотрите, например, вот этот поршень 82,03. Вот этот поршень 82,04. То есть, одну сотку разница. Этот я еще не мерил. И вот этот поршень 82,025. Сейчас я буду мерить последний поршень. Хочу показать вам, как я их меряю. От дна поршня отмеряю 55 миллиметров. Вот так вот. Чирк. Примерно вот здесь 55 миллиметров. И с другой стороны. Левой рукой, блин. Чирк. То есть, вот в этих местах, так как поршень не абсолютно круглый, то есть, он к низу, юбка его расширяется, вот в этих местах он поуже, где палец, а вот здесь, вот в этих местах, пошире. Поэтому, поэтому отмеряем и на 55 миллиметров. Ставлю микрометр на эти мои чирки, или как правильно. риски. То, что я фломастером сделал. У меня получается 82,025. Еще раз померю. Вроде все чисто. Еще раз. Стараюсь, чтобы он ровно стоял. Микрометры я имею в виду. 82,020. Самый маленький поршень. Сейчас я посмотрю свои записи. 82,020. Вот и смотрите, теперь, значит, цилиндры, ой, поршни. Самый большой, 82,040. Самый маленький, 82,020. То есть, две сутки разница по поршням. И самый, не самый, 4,3, 0,25, 0,2. Вот так вот. Может быть, лучше будет видно. Вот, пожалуйста. Сейчас я разобрал шатурно-поршневую группу первого цилиндра. У нее поршень намного меньше. Если у этих 82,040,2. то на этом. Видите, какой износ. С этой стороны, с этой стороны износ. Сейчас для интереса я замеряю. Также отмеряю 55 миллиметров на том поршне, который стоял. И точно так же, чтобы не пропасть. Точно так же замеряю. Вот. И у меня получается 81. Получается 81. 97,5. То есть, получается, на 5 соток он меньше самого маленького и на 6 соток самого большого. Ну, самого широкого, нового поршня. Вот так вот. Сейчас возьму свою бумажку, посмотрю, какой у меня самый маленький и буду примерно по цилиндрам раскидывать. По своей бумажке я посмотрел, что первый цилиндр он не самый маленький и не самый большой посредине. Поэтому я взял поршень 0,25. Вот. Здесь замок. Вот. Видно здесь вот замок с этой стороны. Беру его к себе. и вот этой вот маленькой стороной вот здесь вот большая плоскость на поршне и две выемки под клапана. И вот этой маленькой стороной тоже на себя. Вот так он должен устанавливаться. Для того, чтобы не перепутать, я дополнительно что сделал? Я не стал снимать со всех сразу шатунов поршня. Вот смотрите. Взял старый поршень и посмотрел, как точно он ставится. То есть вот здесь вот надписи нет. Здесь нет надписи. Здесь тоже нет. Вот этой маленькой плоскостью в сторону замка. Замок, это который на вкладышах. И что я делаю? просто беру палец. Тут пальцы на таких вот стопорах. Вот на таких вот. Беру этот палец. Он должен идти от руки, но не совсем легко, но более-менее свободно. Еще раз проверяю положение замков. Все правильно. Тоже не совсем легко. но от руки. Вот так вот. Сравниваю, чтобы можно было сюда, в это место, вставить стопор. Естественно, стопор я использую старый, с ними ничего не случается. Я даже когда разбирал, разобрал двигатель, посмотрел на стопора. Один был не до конца туда вжат. То есть кто-то собирал и не до конца вжал. Ну ладно. И моя задача теперь установить стопор на место. Так вот, поджал его туда такую тоненькую отверточку типа шива. Действовать надо осторожно, потому что стопор может не встать на место. Начнешь толкать и он выскочит. И потом ищи его, куда он упрыгал. Все-таки это все-таки пружина. Все, стопор я установил. У него такая выколотка еще есть. Немножко его туда утопило, а потом раз пальцем на место и вставил. Так. Ну и теперь вставляем стопор с этой стороны. Все то же самое. Ближе к свету. Вот смотрите, стопора установлены. с одной стороны это бушный стопор. С другой стороны теперь попробуем, как вращается сам поршень. Отлично. Ничего. Не болтается. Проверяем. Вот он, замок впереди. Вот он, видите, замок. Вот маленькая площадка сюда. Все. Первый цилиндр у нас готов. Ну и то же самое сейчас будем делать со вторым цилиндром. Вытаскиваем стопора. Желательно, чтобы они не улетели. Найти будет сложно или придется бежать в магазин. Хотел показать, как вытаскивается кольцо. Здесь вот такая есть выемка в этом месте. Вот. И в нее такой типа зацеп. Вот в данном случае у меня отверточка маленькая. И вот если край далеко от этого, край кольца, то она начинает выкаблучиваться. Я вот вот так вот повернул этот край. Блин, неудобно. Вот смотрите. Еще раз показываю. Вот это отверстие, в которое я сейчас буду засовывать. Вот видите, вот он край выходит. А был он где-то вот здесь вот этот край. Я так вот толкнул его сюда, повернул. Теперь вот таким путем опять же одной рукой видите, придерживаю пальцем, чтобы не скакнуло. Хоп. Все. Колечко это стопорное пружинистое или с пружинной стали вытащил. Теперь можно выбивать палец. Палец выбивается просто, потому что он там можно сказать свободно. У меня вот такая выколотка есть. Я обязательно снял, стисков убрал и на весу вот одним пальцем придерживаю. Ставлю вот эту выколотку и при помощи молотка вот так вот аккуратненько, без сильных ударов, очень аккуратно. У меня выколотка, видите, легко ходит. Она, то есть если сам палец там 22 почти миллиметра, то вот этого у меня 21. Вот он, видите, палец как вылез. Видно, все прекрасно. выколотку убираю. Ага, немножко не вышло. Еще поколочу. Это я для того, чтобы палец не выпал и не ударился. Вот, все, поршень разобран. Вернее, поршень, не поршень, а шатурно-поршневая группа. Поршень снят, сам поршень невозможно разобрать. Так, теперь то же самое делаю. Беру, это у меня второй цилиндр. Здесь мне нужен самая маленькая полнота, которую я намерил. Возьму 82,4, большая, 82,0,25 ставлю. Опять же, не забываю про замки. Вот маленькая площадка без вот этих выемок и вот здесь вот замок. Ставлю, беру палец, вот вставил уже заранее палец в поршень, вставляю сюда шатун, здесь вот немножко палец торчит, стараюсь на него одеть шатун, чтобы легче было задавить. Не забываю про замки, как я и говорю, никуда не упираю. Маленькая площадка, вот она, маленькая площадка и вот он замок. Они у меня с одной стороны все, палец на месте, немножко дальше его протолкнул, вернее, не дотолкнул. Сейчас сюда поставлю колечко, а потом с этой стороны до конца двину палец. Ну, вы это уже видели. Тут у меня немножко не по порядку пошло, то есть я поршень с шатуном собрал, поставил новый вкладыш, одел уже хомут на него, чтобы устанавливать. Это поршень четвертого цилиндра. А когда подошел к двигателю, закрутился, забыл почистить вот эту вот плоскость примыкания к головке блока цилиндров. Это плоскость блока цилиндров. Вот видите, она была вся засранная старой прокладкой. Я ее так аккуратненько, аккуратненько ножичком все срезал, поливал ВДшкой. Опять же, не ВДшкой, а тут новая фирма какая-то, многоцелевая, проникающая смазка. Вот так вот поливал ее и мелкой, мелкой-мелкой наждачкой проходил. Вот сейчас многие скажут, о, руками нельзя. Вы знаете, что мелкой наждачкой здесь хотя бы одну сутку снять, надо тереть полдня. Чугун, имеется в виду, что блок чугунный. Поэтому вот эти вот, как его фрезеровали на заводе, видно риски даже. Вот. И мне надо было бы еще почистить низ. Сейчас опущусь вниз. низ это примыкание поддона картера. Вот поддон. Вернее, поддона нет. Вот это вот само примыкание. Это герметик, это вот старая прокладка. Видите, паршивая, которую я отдираю уже не знаю сколько. Вот так вот она потихонечку, потихонечку отдирается. Вот это мне надо будет все почистить. Ну, чтобы потом, когда у меня здесь уже поршня были в чистоте, чтобы я не скреб здесь, не дул никуда. Вот. Ну, сейчас вот почищу, потом начну вставлять поршня. Необходимо открутить вот этот фильтр. Мои приспособы не подходят. Вот что я решил сделать. Фильтр старый. Забил в него напильник. Ну, и пытаюсь отвернуть. Опа! По-моему, все хорошо. Из него, конечно, сейчас побежит масло. Из того отверстия Опа! Фильтр отвернул. Вот оно отверстие, вот которое я пробил. Масло особо не бежит, значит, вот этот клапан плохо держит. Ну, все, можно его укидывать. Перед установкой поддона продолжаю очищать место прилегания поддона к картеру, то есть к блоку цилиндров. Вот. Пока не вычищу. Ставить бесполезно, потому что время поставить можно, но чтоб меньше грязи попало. Сейчас отскребу. ну, естественно, как все были чисто, буду устанавливать цилиндропоршневую группу, или как, поршня с шатунами. Очищаю вот здесь коробку еще, кроме того, что почистил прилегания, очищаю коробку. Прямо наросты были, как, я говорю, как сталактиты. здесь вот все это забито. Вот смотрите. Вот смотрите, что творится. Вот это все грязь с маслом. А наросло вот это все из-за того, что вот эта металлическая защита, ее снимать неохота, и не видно, что бежит потихонечку, подкапывает. Из-за этого грязь попадает. Вот там провода даже появились. Видите, это уровень масла, датчик уровня масла коробки. Видите, что творится? Видите, что? Поэтому я считаю, если ты живешь не в деревне, а в городе, вот эти вот защиты на девятку, они нафиг не нужны. Перед самой установкой поршней я обязательно должен протереть как можно лучше все цилиндры. Сейчас буду начинать с четвертого цилиндра. Поэтому протираю хорошо и протереть шейки шатунные. Сейчас пойдем вниз. В частности, я сейчас буду ставить на четвертый цилиндр. Опускаю шатунную шейку в нижнюю мертвую точку. Ну, естественно, протираю. Шейка протерта. теперь еще раз смотрю, чтобы она была строго параллельно, то есть в нижней мертвой точке. Вот она. Еще раз вижу тут небольшие пылиночки. Микроскопически все это дело убираю. Перед самой установкой обязательно я ее должен смазать маслицем. Вот так. Ну и устанавливать поршень. Сейчас покажу. так вот налил в проволочку моторного масла. Смазываю цилиндр, чтобы хорошо поршень заходил. И обязательно шатунную шейку. Смазываем шатунную шейку. вот так вот. Берем приготовленный поршень. Здесь у него уже новый вкладыш стоит. Так, я его тоже смажу. Сам поршень обязательно смазываем. Смазываю просто очень-очень тоненьким слоем. Теперь смотрим на поршень. Здесь есть у нас стрелка. Эта стрелка всегда показывает как относительно ремня грэм должен устанавливаться поршень. Вот она стрелочка. Вот она. Если смотреть на двигатель с переднего бампера, то стрелка должна показывать влево. Устанавливаем. Я уже показывал, что я обжал самодельной обжимкой. Обжал, стараюсь как можно параллельной. Обжал кольца. Теперь мне нужно немножко по краям осадить. Еще раз говорю, что осаживаю по краям, чтобы эта самодельная обжимка легла на плоскость блока цилиндров. Теперь мягкой стороной молотка прижимая рукой начинаю саживать. Все. Хорошо обратить внимание, поршень на месте. Вот она обжимка, по ней кольца зашли. Сейчас покажу снизу, кому непонятно, было видно. Снизу она не села еще на коленвал. Вот, видите, торчит. Как бы не торчит, а еще не встал. Сейчас я его должен подправить аккуратненько, одной рукой, опять же, говорю, снимать, подправлять. Все это так неудобно. Вот, видите, я его поправил. не хочет идти. Все, сел на место. Теперь мне нужно прикрутить крышку шатуна или бугель в простонародье, не забывая про замки, что замки, вот если здесь замки на шатуне, то и на крышке шатуна тоже замки с этой стороны. Один вкладыш уже стоит на шатуне, устанавливаю второй на бугель. Смазываю вкладыш. Вот, посмотрите, как поршень сидит когда он на месте. Ну и сейчас буду на место вкладыш бугли ставить. Еще раз говорю про замки. тщательно я про них рассказываю, потому что это важно. Видите, немножко вот эти шпильки, которые стягивают шатом, они как бы не параллельно, а согнутые. Ну, это заводское, наверное. поэтому надо немножко ударить сюда. До чего я не люблю вот эти места вообще прикасаться, колотить. Все должно идти от руки, хотя вроде бы не сильно ударял, но тем не менее. Одна гайка на месте. бугель еще не сел. Надо обязательно его закрутить хотя бы первоначальным моментом. Ньютон 10. Ключ на 14. Не ключ, а головка. Вот, подтягиваю одну сторону, вторую. Можно любым ключом тянуть, но мне удобнее вот такой трещоткой. Последовательно подтягиваем, чтобы меньше перекашивало. Так, вроде бы все село на место. Пробуем коленвал. Видите, коленвал от руки крутится, то есть там внутри есть смазка, уже поджато все, и коленвал крутится от руки. Сейчас я закручу на 25 ньютон при помощи динамометрического ключа. Вот динамометрический ключ, ставим его. И на 25 ньютон один. Вот эта стрелка должна отклониться тут, если 50, на половину этого. Опять же, затянул и пробую рукой. Видите, как все легко вращается. Вот так и должен вращаться коленвал. Ни в коем случае не в натяг вот такой, знаете, хотя в инструкции пишут, что там какие-то ньютоны есть, то тут вообще минимум. То есть все сидит как положено. Теперь я буду ставить, пока внизу у меня первый цилиндр, шейка. Буду ставить первый цилиндр, потом опущу коленвал, второй, вернее, второй и третий. Ну, все, примерно так. Устанавливайте поршня на двигатель, не снимая его с автомобиля. Первый цилиндр я сейчас буду одевать кольца, потому что не помню, то ли показывал, то ли нет, как в этот раз я кольца одевал. Поршень легко ходит, но шатун при этом зажат. видо безумия, как говорится. Так, устанавливаем кольца. Первое, при установке тоже надо немножко выть все это естественно, протереть, руки протереть, чтобы были чистые, как у хирурга, будем говорить. И все это дело нужно смазать слегка, слегка маслицем, вот так, совсем слегка. Устанавливаем маслосъемные кольца первые. Вот они у нас лежат, вот такой коробочке покупались, вот, комплект поршневых колец СТК, Самарская технологическая компания. Вытаскиваем маслосъемные, вот, отделяю ее вот эту пружинку внутреннюю. Все, пружинка стоит на своем месте. Теперь сверху этой пружинки, зная, что сама, сам стык пружинки вот он, поворачиваем его вот с этой стороны, то стык кольца, не стык, а его ну да, стык разворачиваем на 180 градусов. Все, кольцо маслосъемное с пружинкой, которая внутри него стоит на месте. Вот, оно, знаете, такое, типа, ломкое, чугунное, типа, его сильно раздвигать нельзя. Поставили, берем следующее кольцо, второе, нижнекомпрессионное. Вот, понятно. Вот, видите, здесь буковки есть. Вот эти буквы должны совпадать. так, это у нас верхняя, а это у нас нижняя. Это верхняя, нижнекомпрессионная. Нижнекомпрессионная здесь вот с небольшим буртиком, или как, с проточкой, вот она. Эта проточка должна, опять же, не проточка, вот буквы на кольцах нарисованы, стыка, они должны смотреть всегда вверх, сверху поршня. Если я попытаюсь нижнекомпрессионная, она немножко потолще, чем верхняя, вставить в верхнюю часть, она просто не войдет. А вот вниз, она, видите, как легко входит. Ну, то есть, перепутать очень сложно. Вот, а верхняя, она не входит. Устанавливаем. Разворачиваю, я устанавливаю, если здесь у меня было маслосъемное, вот он, замок, листык, замок, то второе, компрессионное, на 180 градусов. То же самое, сильно стараюсь его не раздвигать, чтобы она не лопнула. Еще раз повторюсь, буквы, которые на кольцах нарисованы, на новых кольцах, должны смотреть вверх. Некоторые скажут, зачем столько много масла? Знаете, при первых оборотах двигателя, когда тут температура сверху поршня больше 2000 градусов, вот это масло, которое здесь в мизерных количествах для монтажа, оно махом сгорит все. Вот. То есть, многие устанавливают кольца через 120 градусов, а я устанавливаю всегда через 180. Вот, смотрите, если нижняя маслосъемная здесь замок, то у второго, компрессионного, вот он замок, на 180 градусов и так далее. Верхняя компрессионная замок уже вот здесь вот. Ну и все. Остальное... А, сейчас буду одевать вот эту вот штуку. Показывал, опять же, не показывал, не знаю. И ставить на место в цилиндр все те же самые работы, которые я показывал перед этим. обжимка должна как можно плотнее садиться, но при этом она должна вот так вот от руки легко двигаться. Видите, плотности нету. Поэтому мне надо поджать ключиком на 10. видите, каждый раз подтяну чуть-чуть и двигаю, но чувствую, уже вот так туговато. Там все смазано. Теперь устанавливаем. Теперь устанавливаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...